все это убил убил все образы он перевел стрелку с этих рельс большого русского романа до большой русской литературы в то место где он терпит крушение он уничтожил эти шаблоны допустив их под откоску я помню одна знакомая прочитала норму и сказала вообще за эту вещь государство обязано автора уничтожить я попал как бы в центр циклона и в один из моих рассказов такая дичь с уничтожением книг ко мне подошла женщина с которой я в принципе не общался она спросила это вот вашего папа сейчас так много показывать по телевизору все это очень хорошо у меня возникла такая чисто концептуальная идея великая русская стена изоляция и что будет если это будет реализовано можно сказать что это реакция на 21 век российский человек для меня вот существо высшего порядка но и в том числе это это очень страшно доброе утро сегодняшние наши занятия товарищи наиболее удобно для тех кто хочет присоединиться к нам и так же как десятки сотни тысяч радиослушателей начинать свой день с утренней гимнастики руки опустить и выпрямиться голову не наклонять смотрите вперед пальцы переплетены переплетите пальцы руки согните за спиной одновременно руки выпрямите в стороны не разъединяя пальцы согните руки перед грудью не меняя положение ног по счету два поднимите руки вверх и опустите руки через стороны вниз внимание под музыку продолжаем под нами жили соседи я жил в яснево которые постоянно жаловались что мы шумим потому что приходили друзья мы там музыку включали танцевали вот и я значит получаю повестку из милиции ты я значит прихожу в этот отдел и меня направляют к их начальнику который говорит что вот значит владимир георгиевич у нас такое дело уже несколько месяцев мы вашем районе ищем одного мерзавца дальше который насилует по вечерам молодых девушек одно из них мы показали ваше фото ну и она вас опознала ну а он как-то так это сказал и так вяло как-то сидит у него такое дубоватое лицо что-то я не вижу рвение особенного как бы и я так ржался как бы и жду собственно так посидел будет вам есть что сказать на это я говорю нет все ужасно но отношение к нам он ведь ну ладно сейчас вами поговорят встает и выходит из кабинета и заходит молодой человек может быть чуть постарше меня вот садится и так вежливо значит представляется владимир георгиевич я из комитета государственной безопасности мы бы хотели вам задать несколько вопросов я говорю а что это было вот сейчас ну это вот и он стал собственно спрашивать а ну у всех нас заплыв 1978 год 78 соответствует то есть 70 год там был такой визуальный ход когда люди ну там некого тоталитарного государства составляют как такие цитаты плывут с пакелами как бы транспортируют эти цитаты они не люди это некие функции функции тексту длинная колонна выстроенная из стройных голых людей качнулась а желание ли заметным движением тысячи ловких рук метнулись в тысячи бритых висков выхватили из-за ушей тысячу спичек с толстыми головками и молниеносно черпнули ими по голым бедрам собственно как человек на советском плакате там наша цель коммунизмом там с чудовищными мускулами там и неуместно говорить о нем какая о личности собственно меня конечно завораживал этот вот параноидный язык советской печати и собственно соц реализма конечно вот бабаевский павленко это была такая совершенно литература жрецов на то есть если еще в приносном смысле и жрецов которые жрут просто да они так сказать от этого еще и питались этот мир собственно нес себя как нечто что может претендовать на новую литературную традицию как бы да вся уродливость его как бы скрывалась когда собственно ты чуть под другим углом смотрел на это как и в американском у партии это начинало очень хорошо работать именно как произведение искусства ну как вот суп кемпбелл да это был как материал для энди ворхола специфическая такая угрожающая красота было желание использовать это и поиграть с этим некое копье архангела показалось из туч и разбил этого и стукала это было интересным занятием это стимулировало и меня я стал собственно пониматься активно такой концептуальной прозой описывается некий громадный концерт вот принципу концертов кремлевском процессе 2 конферанции объявляют следующий номер четверо рабочих сцены выносит нас цену эволюрованную ванну которая наполнена такой железообразной субстанцией в которой лежит человек это заслуженный артист российской федерации очень известный певец по имени александр питой он поражен очень тяжелым недугом размягчение костной ткани он жить может если только в этой ванной но при этом он обладает уникальным голосом совершенно который действует на русских людей как бы совершенно магически так сказать сирену вот и очень вот ноги это сказать после этого в зале начинается истерика зрители совершают не не адекватные поступки они подают в истерическое состояние и приходится вызывать омон чтобы их успокоить потом концерт продолжается вот такой номер восьмидесятый год но это что называется поперла да вот я навел оптику как бы и все увидел как бы ну то есть вот непаханное поле как бы у себя такой здоровый кони острый плуг и вперед улья набрала воды в стакан и принялась есть норму чайной ложкой часто запивая водой вовка жевал котлету мам а зачем ты какашки ешь это не какашка не говори глупости сколько раз я тебе говорила нет ну а зачем затем ложечка быстро управлялась с податливым месивом ну мам скажи ведь невкусно я ж пробовал и пахнет какашкой я помню одна знакомая не из нашего круга была она прочитала норму и сказала вообще за эту вещь государство обязана автора уничтожить но это для меня было высшей похвалой просто уже собственно меня было какое-то имя там вот сорокин это норма следующая важнейший таскать произведение психопатологически синдрома конечно я согласен в принципе норм это антологии общественных психопатологических синдромов я попал совершенно случайно московских концептуалистов через общего зубного врача она говорит слушай у меня есть один знакомый художник он пишет какие-то очень странные картины вход с хочешь я как-то вас познакомлю что у меня было 20 лет когда я попал туда собственно я увидел работаете сначала их не понял собственно это было добро пожаловать и вот это орден с колен это было вот мне показалось начал что он делает такие плакаты как потом собственно я понял что это и вот это было сильно кончено я попал вот в этот круг стал захаривать как-то туда и познакомился с разными людьми эта иерархия конечно была наверху тогда стояли двое это кабаков и булатов вот и они конечно ну по умолчанию а иногда и нет собственно они соперничали конечно между собой и эрик 70-е годы он был он даток ну то есть он был наверно самый мощный тогда фигуры но 80-е все-таки илья тогда набрал сильно это перемена всех сигналов сразу ты приходишь в гости ты первое дело переворачиваешь стол значит потом сырешь потом выбиваешь стекло потом орешь потом здороваешься потом то есть это сразу резкие к потом пересняю одеваешь тапочке нам раз как это называет молодая досить удар по сознанию ну как будет удар по сознанию или что-нибудь другое весь этот круг московского концептуализма это были диссиденты по умолчанию собственно они ну знали чтобы советская власть весь этот советский мир который был как бы родным как бы да потому что ну как мы все дышали этим воздухом он стал вдруг разворачиваться как-то своим тылом ко мне когда я увидел его изнанку совершенно такую угрожающую анти античеловеческую сезам знаете это все равно что я поступил в такой свободный университет настоящий сидел дома и занимался прозой это ну это были райские годы вообще когда встаешь там утром и в халате идешь пить чай на кухню сидишь и видишь как под окнами хмурые советские люди были идут на автобусную остановку это было счастье конечно а я там вот запилен графика и литературу собственно чтобы так сказать может быть вообще лучше да 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 а вечером собственно ехал в в одну из мастерских и были чтение приговали некрасова или выставки подпольные или просто пообщаться вместо писателя в этом круге пустовало были поэты робинштейн некрасов прозой там социализма никто не занимался и вот у меня все это получилось я помню как-то однажды что-то ну там говорили что значит какие-то времена тяжелые и значит илья он же был как такой архартист ну и мифотворец вот он значит говорит да вот так противно что иногда хочется вот лечь между этих балок и закопаться в этот шлак москва конечно чем была хороша что были разные круги которые ну в подполье я имею ввиду которые не пересекались вообще их было несколько беседы чай там музыка этим отличалась москва от писера где все варились в одном гоняя я да да мы опять полгода визу про все где машут в америку она внушена в израиль а а а а свинья был резким таким живым собственно вся вот наша это рок-сцена конечно так сказать отодвинулась потому что у него были очень сильные тексты да там и собственно такая резкая мусорная музыка да и как погано выходит чтоб все люди уроды на меня наползают как большие комоды я в кучу всех бы собрал бы и я бы всех растоптал бы чтобы скучно чтобы не кроме не встал бы и еще там кто сказал что я их всех люблю ту любовь я видел она как помешанный грузин как единственной он был яркой яркой звездой такой но самок не дал развернуться естественно это все умирало в подвал все всегда не знаешь когда он поел ты выходишь из из этой мастерской да видишь эти лозунги ну так сказать который видел сейчас в виде объекта да вот как бы реальность а есть люди которые ее препарируют и и звучат как насекомы это была не только ненависть очаровывающий ужас такой совершенно это как ну вот вы видите там под стеклом музея великолепного скорпиона например да роскошного вы можете любоваться описывать но вы не хотите чтобы он оказался у вас в постели да вот у меня была дистанция да и ее мне открыли конечно художники концептуалисты что это можно увидеть и как ядовитый но очень интересный цветок надо уметь препарировать уметь препарировать не боясь крови персонажа любой писатель собственно это некий зоолог и энтомолог и как бы он не говорил что он пишет сердцем что он со своими героями что он рыдал когда умерла от туберкулеза главная героиня он все равно энтомолог собственно и иначе не получится ничего за спиртованность за формалининность вот это есть есть конечно литература очень похожая вот на эти вот так сказать на эти банки существа вот в банках они называют все таки депрессивное чувство они они были такие красивые в воде ну и как бы есть конечно что-то адское в музее есть есть вот это музей это и есть смерть собственно да но без этого обойтись литературе трудно потому что все что на бумаге это уже как бы умерло да и оживает оно лишь во время чтения если это хорошо написано все кто сделал какие-то прорывы в искусстве или в литературе это люди обладающие определенной степени культурной наглости если ты уже в литературном пространстве там можешь делать все сдерживать себя надо в жизни чтобы было не 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 Вот как меня лепила эта действительность, эти обстоятельства. Я родился в Быково, а потом мы переехали поближе к Москве в поселок под названием Козапровод. Это был рабочий поселок. Я попал в школу, где у меня у одного родители имели высшее образование. Ну и мне стало доставаться, конечно, потому что ребята были в основном рабочей крестьянственной, и из семей, где, например, училось несколько ребят, у которых отцы умерли от пьянства, причем двое замерзли просто. Это как в творении Холина. Нормировщик несчастливцев из пивной возвращался, крепко выпивши домой. У барака он споткнулся и в сугроб. Он замерз. Ему тесово избили гроб. Мы прожили там пять лет. Все прелести в Савка как бы были там, врезать по морде, собственно. Мне, собственно, это было такое развлечение, собственно. Я как-то не умел драться, собственно, и не хотелось. Меня тошноту это вызывало. Ну, несколько раз подрался все-таки там. Одно из как бы таких воспоминаний. Я захожу в туалет, там стоят эти ребята, да, и такой удар в лицо неожиданный, совпадающий с звонком на урок. И вот они все, значит, обходят в меня. Я, так сказать, ослепленный. Вот. И этот подоконник такой, вот, пестрый такой, на него капает моя кровь, смешиваясь со слезами. И я читаю на нем надпись «Покурил, оставь бычок». Не бросай его в толчок. Отец, не могу сказать, что у нас были с ним теплые отношения, вот, хотя он многому научил меня, собственно, и отчасти вот любовь к литературе, собственно, это впервые от него, потому что он любил поэзию, советскую, конечно, да. У него была хорошая память. Вот. Но чисто в человеческом, как бы, плане это был довольно эмоционально, ну, что ли, скудный человек. Он был во многом закрытый. Вот. А потом у него начались проблемы с психикой, собственно. Он стал пить седуксен, я помню, и, собственно, превратился в совсем закрытого человека, собственно, и люди его все больше раздражали, как бы. Мама, она была инженер-экономист, но у нее рано как-то обнаружили порог сердца, и она ушла по инвалидности чуть ли не в, там, 35 лет на пенсию, собственно. Вот. И она всю жизнь просидела дома. Она была таким хранителем этого советского очага. Вот. Его хранила там. Ну, можно представить, что это была библиотека, хрусталь, стенка, да, порядок в квартире. Ну, она была потоньше, чем он, конечно. Ну, их пугало, что я пишу. Это, безусловно, но это может напугать и не только родителей. Наверное, они не знали, как соотноситься, как бы, с этим всем. Но мама старалась как-то навести мосты. Отношения становились все более формальными. И я довольно рано понял, что кровное родство это еще не духовная близость и даже не сердечная. Мы все больше, к сожалению, отдалялись друг от друга и на это были некие объективные причины. Это был 80-й год, я пошел крестился, например, да, это у них вызвало как бы насмешки там. Ну, это обычное дело. Они, в общем, советские такие ребята были. Я встретил Иру, мы поженились, и я совсем отдалился от родителей, собственно, мы стали жить самостоятельно. Родились дети, когда мы переехали с Ирой к ее маме в Загорянку. а там был большой дом такой, где, собственно, жили еще и родственники. Довольно конфликтные люди были, собственно, и я там соседа послать, как бы, это еще можно, а тут, как бы, советские люди постоянно что-то делили, небольшие участки, и на них стояло то, что можно было урвать, собственно, этого государства, и вот если идешь по поселку, то видишь, какое поколение что урвало. Дедушка урвал там какой-то сруб, значит, отец где-то урвал ДСП, там, кто-то вагонку, и вот это все убогая жизнь такая, и, собственно, убогие отношения, вечная склока, вот вечная склока, вот эти все дачная жизнь в поселочках, это вечные какие-то семейные дрязги по поводу кто, кто, значит, окапывает, кто сажает, а кто любит лишь есть, и там насрать на все и уехать в Москву, да, вот, я это все, так сказать, это все влезало в уши, конечно, вот, и потом отлилось, собственно, у Мартин Алексеевича, разные люди до сих пор говорят, ну вот там я недавно наслушалась, это же твой Мартин Алексеевич, просто. нет, дорогой, не до того на паре, я вам гадить не позволю, я вам право найду, что над фронтовиком издеваться, я народ, беру стеревозов, сега, напишу, на вашем вас просветили, вы кулак, а жена ваша в шумах как бурзуя ходит, вас надо раскулачить и высудить на сладки вога, а вы тут думаете, я слова не скажу, как меня под центроведом, да я совет ветеранов напишу, я все время в совете ветеранов, я с молодежью в военкомате работал, потому что фронтовик и имею правительственные награды, а вы там в своих пробирках не мешали, вот и теперь профессор, а я срать хотел, я побольше вашего поработного пота скромью пролил, а вы в Иланды по храму сидели, а жена ваша всю жизнь дома сидела, пердела, ничего не делала, а туда же учить, я тоже ученый, я побольше вашего видовы, вы ломали сроду в руки и держать в вашу учитель, а нас уж и нечего, мы сами какого-то научим, мы жизнь-то не по Киеву, не по Проверкам, мы знаем, мы просто с вами упражнены, а тут очень-очень время так распорядилось, понимаете, эпоха, вот наступила новая эпоха, 80-е годы, да, когда все стало умирать, прежняя, вся система, ну, там, Брежнев, Черненко, Андропов, вот пошла такая траурная период, когда все стало сыпаться, вся система, понимаете, экономически, и поэтому он естественным путем совершил вот этот перевод стрелок и в литературе, он перевел стрелку с этих рельсов большого русского романа до большой русской литературы в то место, где он терпит крушение, он как его все это убил, убил все образы, сам дух, вот эту некую такую приподнятую искусственность, он уничтожил эти шаблоны, допустив их под откос куда-то, понимаете? Русский лес это место, где он черпает вдохновение для своих писаний, у него сейчас в голове разворачиваются картины русской жизни, он любит трогать деревья, любит блуждать в лесу, срывает шишечки. Я понял, что очень много метод социалистического реализма взял у русской литературы. Вот этот стиль, который, стиль описания мира как бы, да, он, конечно, очень сильно заимствовал из 19 века, потому что они очень много взяли, собственно, от Толстого, Тургенева, да, но это были такие кастрированные, Толстой и Тургенев. у них была такая кожа языка, описания русской природы, русского человека, собственно, и это использовал социализм, вынув как бы их содержание. Тостоевского социализм не использовал, потому что он им был страшен. он писал о человеке в чистом виде, как бы с кодорной кожей. Неизвестно, какой экологической катастрофой обернулась бы эта история для русского народа, если бы не концептуалисты. Принавиде, страшное разложение труба, мы стали готовиться к похоронам еще в конце 70-х. рыли могилу, строгали дубовые доски для гроба, плели венки из искусственных цветов. Когда упал последний сырой ком, безграничный массив свежего воздуха замкнулся над могилой прозрачным монументом, в безоблачной висе которого неспешно пролетела бледная икона Windows 95. правозвестницы эпохи грядущих великанов и великанчиков. Вот это Федя в бане, вот это Федя в зомбоящике в виде проповедника. Это Федя Федор Михайлович все-таки будем говорить в виде осьминога. Это Федор Михайлович с красной палкой. Некой такой метафизической. Это Федор Михайлович со свечой как один филолог сказал «Ну он же у тебя коптит собственный мозг». Ну я не против. Вот. Но это с топором без комментариев. Вот. А что это такое я не могу объяснить. Это некий апофеоз настоящего. апофеоз Saус � если бы я был чистым литератором то вот столом сидишь там да это совсем другая история возможно был бы не так интересен именно литературно вот а так но к чё попробовал у него дар равноценен я считаю то что он делал делал и делает в изобразительном искусстве или в концептуальных объектах которые у него были раньше и то что он делал в романах в повестях и в рассказах на самом деле это одно и то же для меня это его единый дар который таким образом открывается его это сам конечно понимал всегда то зрители у него не читатели а зрители понимаете этот вот массив текста это очень важен как именно из тоже и изобразительный массив понимаете вот это вот важно я тянулся всегда к визуальности понимаю набокова который сказал что я бы хотелось читать ли сделать зрителя субтитры и остается большим другом он конечно восхищал как вот такой абсолютный творец он этим это его собственно модус вивенди собственно он этим жил и живет он был такой воронкой конечно и он затягивал людей не стоять на месте не окостеневать поворачивать голову и кстати у него была очень крутая практика по расширению сознания собственно начале восьмидесятых приехал сильно в православие собственно но он нашел до предела он стал поститься молиться и в общем впал настоящую такую эйфорию и и оказался в психиатрической лечебнице но к счастью быстро вышел потому что аппарат у него сама рефлексии очень мощный был я не такой истовый верующий то есть я христианин собственные главное заповедь для меня это милости прошу огня а не жертвы собственно я исследую он как акционист как художник да вот ну как бы вошел в это чтобы дойти до неких пределов а потом вышли расширение сознания не медитации но мы это прошли это все в начале восьмидесятых я попробовал конечно так сказать разные вещи я собственно был равнодушен к психоделикам потому что как бы у меня довольно богатая фантазия все-таки и ну как бы они мне мало что давали как бы вот ну там стимуляторы конечно да это там ну там эмоциональная сфера там чувства до вы были из среднего ящика кофр из среднего ящика кофр я понимаю ты можешь понять человеческие слова средний ящик не было такого чувства что я вот как бы такой советский подпольщик да и всю жизнь не буду писать в стол вот у меня была идея все-таки напечататься на западе помогли но обстоятельства конечно начались антроповские годы когда габуха стала заниматься уже и нами зачистив там диссидентов от казников я все свои романы тогда печатал в одном экземпляре начались обыски были обыски у миши рошаля никита алексеева друзья сказали просто что это может всегда пропасть приехала словиска 1 и она сделала ксерокс очереди и марины переслала во францию вот она работала с секретаршей усинятки они прочитали очередь розаново это очень понравилось и она передала мне что она это хочет напечатать вот и в 85-м году на западе в париже у молодого литератора вышел роман собственно вот она вот это синтаксис вот синтаксис вот очередь 80-й год катрин тарье она это все сделала собственные и она же перевела очередь собственно милая катюша спасибо большое за изыске и кулинарию это очень мило ира будет в восторге читал твое письмо обливаясь слезами и поражаясь хотя в принципе нас поразить уже нечем да катенька наступает новое время вот этот зуд первой публикации да еще в париже это конечно ну и вот именно тогда я понял хотя у меня были маленькие дочки близнецы им 4 года было тогда что в россии либо ты боишься либо ты пишешься одно из двух истерзанная книга владимира сорокина голубое сало один из многих экземпляров которые уничтожали на уличных акциях прокуратура заводит дело эксперты находят в произведениях сорокина порнографию она в россии запрещена и писатель стал подследственным мне позвонил продюсер фильма москва что он сейчас едет мимо большого театра и увидел там демонстрацию как он сказал против сорокина собственно и там стоит огромный унитаз и значит рвут книги и там звучит значит москва у меня дочка включила телевизор и я увидел это там все сказать лайф как бы да народ против хочется разумного доброго вечного а тут сталин занимается сексом с хрущевым толстой оказывается садом за хистом лишь только милиционеры как в анекдоте ничего в бездуховности не понимаю я попал как бы в центр циклона и в один из моих рассказов поскольку у нас была довольно большая организация нам задавали вопросы что происходит почему никто не может заявить о том что культуры гибнет впервые будем погреть политическое общественное заявление о том что происходит в культуре прежде всего в литературе было сделано именно таким образом хрущев медленно раздевал сталина лежащего на огромной разобранной кровати этот запах твоего одеколона сталин гладил смуглую скулу хрущева и я еще не устал сходить от него с ума я рад мальчик мой что хоть чем-то способен удивить тебя хрущев полностью расстегнул сорочку сталина раздвинул своими волосатыми цепкими руками нежнейший шелк и припал губами к безволосой груди вождя довольно быстро было возбуждено уголовное дело по распространению порнографии я отказался от значит показали началось это дело собственно это все сопровождалось такими медийными таскать выбросами да это было неприятно но параллельно уже тогда был написан или брэд эти те результаты уже надо музыка была написана да и мы ждали постановки это что происходило на сцене мы ждали больше чем того что происходило да в общем перевешивала конечно я очень помню как я пришла на репетицию и в эти в эти годы и ко мне подошла женщина с которой я в принципе не общалась она спросила это вот вашего папа сейчас так много показывать телевизору все вот это происходит я говорю да очень хорошо да это было ново на самом деле вот ну ну как бы такая дичь да вот с уничтожением книг ты еще как бы возле главного храма культурного россии да это была реакция даже не на голубое сало она мой договор с большим театром на написание либретто к опере висят никого и оказалось что это никакое незначительное событие давайте че то есть в том-то все и дело речь шла не а запретить там нечего запрещать запретить можно что-то глобальное мы нигде его не оскорбили мы заявили о том что большой театр не место для подобного рода постанов мы поставили вопрос но отвечать на него никто не захотел Прочь, 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 проживай, Ты, какой, чистый слой и пленой, Нужно, слезь, по ночной стеклу, Все повезлое львово, Жизнь, просекутка, вернись, вернись, Не то, что был страх, а было, как бы, такое чувство, Ну, как будто, вот, ты оказался где-то под лупой, как бы, да? И там даже стали узнавать на улицах люди там, И это было такое неуютное чувство. А здесь, видимо, так сказать, была такая установка Навести порядок в культуре, в литературе Таким, как бы, диким способом. Все стоим! Все стоим! Почему? Стоим, стоим, стоим! Открывай! Открывай! Все стоим, я же говорю, все стоим! Все стоим! Ну, давайте быстрее только, да? Мы сильнее, да, пожелаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете, я считаю, что мы решили главную задачу. Дело все в том, что тогда все это уже настойчиво рвалось в школьные программы. И после того, как независимая газета его назвала певцом русской порнографии, а она стояла всегда на его стороне, мы поняли, что, в принципе, эта задача решена. Не мы это сказали. Но я думаю, что все-таки это была акция, ну, это был такой пробный шар. Вот как, ну, как в подворотни, как бы, она подходит, так раз, она, как бы, толкнула, что ты будешь делать, да? Были лишь, что там, какие-то звонки, провокации, типа там, Владимир Сорокин, да. Знаете, я вот прочитал ваш роман, где вы описываете, как едят говно. И я тоже стал есть говно. Я говорю, ну, продолжайте. И когда он публично заявил в газете, в испанской газете «Эль Паис», что он, простите, не знаю, останется там в термию или нет, это ел, мы сказали об этом. Но скандала было, как бы, слишком много. Он, как бы, затянулся слишком. Но я думаю, что вся эта пена сойдет сейчас, а здесь ирозонтали останутся. Дело было закрыто отсутствием своего преступления. Его оценки поменялись с этого момента. Он перестал быть, во-первых, сплошным создателем метафор, а во-вторых, он перестал претендовать именно на роль какого-то идеологического гуру. Молодая речнина такая была. Их нанял государь, как бы, и они должны доказать, что они умеют, собственно. У меня была собака, левретка, почти такое эфемерное существо. А фиос изящности, собственно, невинности такой. И я как-то решил разыграть его один раз. Мы были с Ирой на рынке здесь рядом. И я увидел у мясника такую огромную совершенно перцовую кость, масол, вернее даже, с куском мяса такого. Кровавый такой кусок огромный. Значит, мы вернулись, вот, и я кинул эту кость чудовищную во дворе на снег просто. Она так упала красиво, значит, в парное мясо. И я, значит, выпустил собаку. Он подбежал, и вдруг он стал исполнять вокруг этой кости какой-то такой странный танец. Сочетание испуга и, как бы, агрессии такой, да. Он, как бы, был ей и заворожен, и напугом, так сказать, размером ее. И я в этот же день начал писать опричников. Объяснить это можно как-то, да, что опричники недаром, собственно, пристегивали к седлам собачьи головы, да. Они были заворожены вот этой кровавой русской властью, конечно же. Служили ей и обожествляли ее. И, собственно, она же их уничтожила потом. Начался день опричника. Он был написан очень быстро, чуть ли не за, там, полтора месяца. Можно сказать, что это реакция на 21 век российский. Доставая бумажник, разглядывая витрину. Стандартный набор продуктового ларька, сигареты Родины и Папиросы Россия, водка ржаная и пшеничная, хлеб черный и белый, конфеты Мишка косолапая и Мишка на севере, повидло яблочное и сливовое, масло коровье и постное, мясо с костями и без, молоко цельное и топленое, яйцо куриное и перепелиное, колбаса вареная и копченая, компот вишневый и грушевый, и наконец, сыр российский, хороша была идея отца государева, у покойного Николая Платоновича, по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замене их на русские ларьки. Все хорошо в ларьке, токм одного понять не в силах голова моя, от чего всех продуктов по паре, как твари на новом ковчеге, а сыр, один, российский. У меня возникла такая чисто концептуальная идея построить некую модель, некий идеал для этих людей, собственно, вот о чем они мечтают по-настоящему. Вот великая русская стена, изоляция, и что будет, если это будет реализовано? Я понимаю, что это чистый, конечно, образ литературный, потому что даже если будет поставлена такая задача построить великую русскую стену, но ее не построят, потому что разворуют кирпичи просто элементарно. И, собственно, она будет состоять из дыр просто. Вот, но в повести можно ее построить. И, собственно, я вот это и сделал. Что будет, собственно, и с этикой, и с языком, и со стилем жизни. Вот поэтому ты и выстроил, Государь, наш стену великую, дабы отгородиться от смрада и неверия, от киберпанков проклятых, от садомитов, от католиков, от меланхоликов, от буддистов, от садистов, от сатанистов, от марксистов, от мега-ананистов, от фашистов, от плюралистов и атиистов. Ибо вера, волки высопатые, это вам не кошелек, не кафтан парчевый, не дубина дубовая. А что такое вера? А вера, анахи громкие мои, это колодезь воды ключевой, чистой, прозрачной, тихой, невзрачной, сильной да обильной. Поняли? Или повторить вам? Были не то, что оскорблённые, а были, собственно, те, которые писали, что это очень верно, собственно. Вот, наконец, выбирал Сорокин, собственно, написал настоящую правильную книгу. Мы знаем теперь, как надо поступать с внутренними врагами. Главная фишка, как бы, этой книги, ну, как бы, в том, что именно стилистически на уровне языка начался бы полный Вавилон, как бы, да, смешение средневековья, новых технологий, старославянского, жаргона блатного, собственно. И вот этот, ну, этот такой шум, как бы, этого нового времени, собственно, это и есть день опричника. Главная задача – это удивить себя, сделать то, что никто не делал до тебя. Максимализм, конечно, такой, но иначе неинтересно просто. Я вот должен всё, как бы, открыть заново и начать с чистого листа. Если удивил себя, то и, я думаю, что и с читателем всё будет окей. Дерево, дерево. Ты стоишь на своём месте. Время у тебя идёт совсем по-другому. Мощное дерево. Дай мне силы для романа «Теллурия», чтобы он получился. Ты знаешь, что молодых после забоев, они 7 минут? Знаю. Я забыл дверь. Ты походишь здесь первые часа два. Только дверь ломай, потом куда угодно. Хорошо. Как понимать, ты знаешь? Обработать спреем, вымыть медленно, обработать спреем, заклеить, приблажать. Молодец. Всё знаешь. Это знают все. ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, я следую большой традиции, взять Платонова, например, да, там. У него, собственно, сплошь и рядом там описание, как неживое тело проникает в живое. И как бы происходит некий симбиоз, но только живое перестает быть живым. Вот, он это постоянно описывает, что они как бы равнозначны для него, там, пули и, как бы, человеческие тела. Или, там, часть паровоза, там, въехала, там, человек, он повис, там, на рычаге, собственно. Ну, это русская жизнь. Заявление. Прошу выделить мне 120 рублей для покупки телурового гвоздя и 50 рублей на услуги алтайского плотника для его забивания в мою голову, чтобы я мог встретиться с покойным братом Николаем. Это новая литературная задача, новая идея писать книгу, состоящую из 50 глав, написанных разными стилями, с персонажами, которые не повторяются. Некая попытка взглянуть на историю таким получеловеческим взглядом. Я бы сказал, что это такой взгляд стрекозы такой, фасетчатый, как бы. Потому что мне казалось, что мир все-таки начинает дробиться. И если говорить о новом средневековье, то как-то им запахло не только в России. И сейчас вообще это, так сказать, это словосочетание, собственно, оно мелькает в западных газетах. Это вот идея стены, собственно, огораживания, да. Вот. Ну, опять же, Брексит, да. Но он случился после теории, кстати. Господи, как же невыносили эти мусорицы. Как чудо, цель всего, лично, честно, непосредственно. В головах у них один-то луч. Как и замшел, а здесь он, и зачем? Покрылись в мозге старым махом, даже к роворам не прошелить. За что? Выпьем? Выпьем, я ведь, да. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Моя первая поездка из Советской империи на Запад, это был Западный Берлин, на поезде. У меня такого не было выбора все-таки, уезжать. Собственно, я и сейчас не уехал, я живу. Между этими вот разными полюсами, как бы, порядка и беспорядка. Это был 88-й год. Была совместная выставка советских нонконформистов и молодых немецких художников. Немцы выставлялись в Москве, а наши поехали сюда. И я был приглашенный писателем. Это был такой, ну, как бы, экзистенциальный процесс пересечения границы между Красным Востоком и, собственно, капиталистическим Западом. И вот ночь, мы въезжаем уже в Восточный Берлин. Он мне показался таким каким-то темноватым, неприветливым, пустоват. Еще были даже руины от войны, и уже я вижу в темноте светящийся знак Мерседеса. И вот он так поворачивается, и вот это знак Запада, собственно. Открываются двери, и стоят друзья-художники, встречают нас, и один из них протягивает мне бутылочку берлинского пива Берлина Киндль. Я вступаю на западную землю, собственно, и делаю этот первый глоток. Это незабываемо. И я часто бывал в Берлине, и он все больше и больше мне нравился. Вот это очень чувствовалось, что ты пересек еще временную границу, что ты из места, где время было остановлено на 70 лет. Это абсолютно такое уэлсовское чувство. У него такой был роман «Спящий проснулся», да? Вот у меня такое же было чувство, что я оказался в естественном времени людей. В Москве, когда ты выходишь из-за порог собственной квартиры, ты попадаешь на улицу, и уже там чувствуется, что это не твое пространство, это пространство государства. Ты должен учитывать его, а оно, в общем, довольно жесткое, потому что оно как бы не очень учитывает тебя. И оно может в любой момент что-то от тебя радикально потребовать. Здесь этого нет абсолютно. Есть люди, которые там остались, и есть, которые не остались. Их меньше, конечно, гораздо. Подполья больше не было, участники разлетелись, сосуд разбился. Старшее поколение оказалось за границей. Кабаков, Булатов, Чуйков, ровесники тоже. Некоторые прекратили заниматься искусством вообще, собственно. Вот, некоторые законсервировались и стали неинтересными просто. Кто-то стал там обывателем обычным. у кого-то получилось. Есть как бы иногда ностальгия по юношеской такой непосредственности, бесшабашности, когда как бы были распахнуты горизонты, и все казалось преодолимо вообще, что... Нет, ну... Я ни о чем не жалею, конечно. Кроме некоторых... некоторых поступков. Но это обычное дело. Обычное дело. Последняя иллюзия у меня была где-то в 91-м году, наверное. Что здесь может что-то радикально измениться. Как бы структура вообще и государства, и жизни. Вот. Ну и там и этика может поменяться. Но оказалось, что слишком глубокая заморозка. Я, к сожалению, не литератор. Я учу информатику. Поэтому вопрос у меня может немного бы странный. У меня сейчас попалась к книжке. вот эта книжка в руке. И на странице 7-й я нашел. Ни секунды, ни секунды больше. Дальше идет ругательство нецензурно-руй на букву В. Дальше нецензурно-ругательство на букву В. Я? Так вот, я сижу и думаю. Я, конечно, я не литератор, да? Я думаю об этом языке, о котором вы пишете. Раньше, конечно, за такой язык вы могли бы посадить. Ну, сейчас сейчас демократия, никто же там не сажает, это так хорошо. Я думаю, надо ли вообще такие слова? Вы знаете, десятки миллионов русских людей говорят на этом языке. Уже. это часть русской речи, просто не надо ее стесняться. В 90-е как бы не писалась крупная форма, то есть романы не писались. когда стали уже в России выходить книги, время было вообще такое бурное, что ты не очень успевал, как бы, насладиться, так сказать, насладиться, как бы, ну, что ли, успехом, как бы, да? Если бы книга имела предисловие, то там вполне могло быть указано любовный роман или советский производственный роман, но никаких аннотаций. Если бы вы были автором предисловия, что бы я сказали? Я вообще против предисловия, в принципе, поэтому я не промолчал. Накопившаяся работа, да, вот, 70-х, 80-х, она все-таки была в подполье, собственно, и эта энергия, она жила в этой бутылке, собственно, ее разорвало, она хлынула, вот, и она много чего оплодотворила, и они стали попадать в молодое поколение, как бы, да, оттуда еще, из 80-х, как бы, нарастало что-то новое очень быстро. Это были все-таки люди кино, театра, музыки, кстати, да, в основном кино. Ну, у некоторых, кстати, коллег тогда это вызвало раздражение, как бы, да, что я, как бы, иду вот эту масс-культуру. Я говорю, слушайте, а вот что такое «Лолита»? Это что? Интересно, это масс-культура или не масс-культура? Нет, а кино, это, ну, это и есть масс-культура. это был первый опыт и очень интересный, я так нырнул вообще без раздумий особо. И получился фильм «Москва». Ну что, красивый город. Есть размах, есть простор, маловато уюта, но все-таки. Я за чилипом. черный, черный, черный череп. Замечательно. красавец. Просто красавец. Ну вот. Все, удачное приобретение. Есть красивые вещи все-таки еще, я бы что-то вспомнила, однажды у нас была с папой история, меня папа забрал после музыкальной школы, мы шли к остановке, поздно-поздно, вечером, такая-то была очень мистическая, странная история. ветер разносил, и вот такая грязь, слякоть, стоят уставшие люди на остановке, и мы идем с папой вдвоем за руку, и вдруг останавливаемся одновременно, потому что видя на остановке страшное совершенно зрелище, мне кажется, что это разрубленная свинья, которая, которую клюет птица в голову, и это видит папа, и мы останавливаемся одновременно вдвоем просто в шоке, и я помню, что папа берет меня за руку, и мы идем дальше, и понимаем, это были секунды, мы понимаем, что это какой-то мешок, это какой-то, не листьев, это был какой-то типа утеплителя, какой-то круглый, то есть это была секундная такая вспышка того, что мы вдвоем увидели совершенно одинаковую чудовищную картину и поняли, потому что мы одновременно остановились в этот момент, вот я помню вот это, я не знаю, помню ли это папа. Очень хорошо пишется зимой, зима абсолютно такое мистическое схождение неба на землю, особенно как-то это заметно в России, снег как бы сходит и он скрывает стыд земли. «Метель» это чистая метафизика русской жизни, как в чистом виде. Мне хотелось давно написать такую безнадежную зимнюю повесть. Собственно, я выбрал для «Метели» язык русской прозы конца девятнадцатого века. Это такой канонический сюжет «Зимний путь» о том, что здесь пространство и время, ну, это старые любовники как-то лежат в снегах и нанимаются любовью как бесконечно, собственно, а человек как бы он лишь растворяется в их оргазме. это было. Если говорить о будущем России, то, как мне кажется, что ее будущее это ее настоящее. Это было всегда. И вот как еще там в 70-е, 60-е годы на кухне гадали, что будет. Ну, вот было то, что есть. и сейчас у нас это и есть будущее, собственно. Тут и ели сосна, и береза сама, тут и куст, тут и лист, тут и хвой, и лес, тут и зима, там и лет, и чудак человек, и чего только нет, а чего только нет. я помню очень хорошо, когда мы с мамой зимой гуляли, да, я смотрел на Луну, да, и вот видел этот, ну, это такое, как бы, поющее женское лицо такое вот. О-о-о! Вот. И как бы чувствовал этот звук какой-то, да, вот, ну, вот, звук некого присутствия вокруг нас. меня возбуждало как бы вот все нечеловеческое, то есть размеры, да, удаленность. много интересного за границы человеческого очень много в полице один. Человек для меня вот ну, в общем, это существо высшего порядка, ну, то есть оно, как мне кажется, это космическое существо, вот, аналогов нет ему, собственно, человек, существо с огромными возможностями, но и в том числе это это очень страшное существо, потому что ему дарована вся полнота, собственно, выбора. Вот, собственно, он может стать святым, а может там развлекаться мучением детей, например. Наверное, вся моя литература это некий мучительный вопрос, что же такое, что же такое человек. Богослов ответит одно, философ другое, собственно, убийца третья, вот, бизнесмен четвертая и так далее, собственно. Ну, в одном я уверен, что, во-первых, вселенная конечна, и во-вторых, что мы одни во вселенной, собственно, и в этом есть чистота божественной стратегии, собственно, что человек один здесь. Нет никаких братьев по разуму, и есть лишь сверкающие планеты холодные. Субтитры создавал DimaTorzok